Добрый день, друзья! С вами канал Кура в Мегаполисе. Эдуард и Елена приветствуют вас. И сегодня мы упаковываем посылку для нашего подписчика Александра с Дальнего Востока. Будем отправлять эту посылку курьерской службой ЕМС Почта Россия. Вообще, я вам скажу, что первый опыт такой отправки у нас был неудачным. Отправляли посылку в Сергиев Посад, нашей же подписчице Татьяне. И треть яйца пришло разбитым. Ну и сегодня мы для упаковки этих яиц, кур породы Пушкинская и Царско-Сельские, будем использовать вот такой вот утеплитель для труб. Из этой трубы мы нарезали вот такие заготовки высотой 6 см. Но яйца будут располагаться в этой коробке размером 40 на 28 и высотой 19 см. В 3 ряда. Соответственно, яйцо вот таким образом помещено внутрь этой втулки. Ну и теперь мы посмотрим, сколько же яйца уместится в эту коробку. Из этих двух труб получается 66 вот таких вот втулочек. Уложили первый слой. Уместилось здесь 24 яйца. Продолжаем закладку. В итоге в эту коробку у нас уместилось 33 яйца. Два ряда стоят друг на друге. И вот верхний ряд в шахматном порядке. Иначе не умещается и не закроется крышка. Вот. Но здесь вот нагрузка идет на сам утеплитель. Ну и яйцо, в принципе... Я думаю, не будет подвергаться вот этой вот нагрузке сверху. И посмотрим, как яйцо у нас доедет до Дальнего Востока. Уже на почте коробку мы положили в другую коробку большего размера. И вокруг проложили пенопластом, там пупырчатой пленкой. Ну, решив, что так мы минимизируем потери при транспортировке. Что же получилось у нас? Ну, узнаете чуть дальше. Хотелось бы еще несколько слов сказать о времени пребывания посылки в пути. Расстояние от Самары до Хабаровска через Москву, равное практически 8,5 тысячам километров, посылка преодолела за сутки. А вот уже от Хабаровска до Адресата путь в 550 километров она прошла за 5 суток. Вот, как говорится, комментарии излишни. Эдик, здравствуй. Вот получил посылочку. Вчера я ее не стал разгребать, потому что было много вопросов к доставке. Поэтому я не хотел тебя расстраивать заранее, потому что я поеду. Я уже, короче, разобрался по телефону. Меня сегодня звонили. Ладненько, приступаем к разборке. Ничего страшного. Вот, коробка. Ну, я не стал ее пока это время терять. Вот, ну, пока ничего. Вот, достаю одно яичко. Ну, вроде все нормально. Вот, короче, я буду это самое говорить. Если что-то не так, я тебе сразу сообщу. Хорошо. Опа. Вот это. А, ну, хорошо, хорошо. Давай тоже так, Эдик. Я тебе, короче говоря, это самое. Как только разгребу, полностью все сниму. Короче, все дошло вроде нормально, но не добрался до основного места. Значит, пока я время отрубаюсь. Все. Эдик, вот разобрал верхний ряд, как говорится. Вот, верхний ряд. Это вот целое, да? И вот у меня получилось, значит, вот три таких, один такой. И начал еще. Короче, вот еще. Пока все нормально. Теперь смотрим на второй ряд. Вот она. Короче, весь левый угол. Вот в левом углу, в верхнем ряду, вот как раз и были разбиты вот эти вот три и Пушкинц один. Ну, как-то вот так, ладно. Временно отключаюсь. Буду разбирать второй рядок. Эдик, вот докладу разбор полетов. Значит, вот этот весь нижний ряд, вот он. Это все у нас получился бой. Это не твоя вина. Вот, значит, короче, комментарий я тебе скину чуть попозже, где-то ближе к вечеру. Вот, у вас там будет са два-три. Вот, я тебе подробно все расскажу. Что мне скажут представители почты на нас? Вот так вот. Так что, спасибо тебе. Тут еще раз повторяю. Тут никакой твоей вины нету. Ничего. Спасибо. Упаковка была. Очень. Я даже поразился. Это твои выдумки. Первый раз вижу такую, не видел. Никогда еще не получал такую. Ну, не то, что не получал, не видел. Так что, все нормально. Вот, значит, то, что получилось со второго ряда. Вот они так. И вот эти вот двоичка, вот они, видишь, если видно тебе, вот трещинка. Сейчас фокус не ведется. И вот тут вот тоже что-то вроде немножко. Но девчата сказали, что это неубийственно, что можно подклеить. Ну, попытаюсь. Чем мы не шутим? Их парень-то рискованный. Ну, ладно, Эдик. Все, тебе спасибо. Давай потом. Я тебе говорю, что, комментарий чуть попозже. Ближе к вечеру. Что у нас получилось по факту? 30% яйца снова разбили. У них какая-то стандартная такса на почте России. Третий раз я отправляю посылку, третий раз 30% яйца разбивает. Ну, в общем, коробочка оказалась хлипкой, несмотря на то, что их было две. Вот. Но я надеюсь, что в следующий раз посылка дойдет более удачно. Друзья, ну, а это вот опять очередная попытка отправить яйцо, чтобы оно дошло в целости и сохранности. Вот взял такую термокоробку. Ну, и сюда должно уместиться у меня 32 яйца. Ну, даже и больше можно положить. Ну, вот собрал 32 яйца, их и отправляю. Вот опять в такие же трубочки, как вы видите. Вот нарезал опять их, ряд выложил. Сейчас положу пленку пупырчатую и сверху уложу еще один ряд. Ну, все, упаковал. Вот еще один ряд. 35 яиц я здесь уложил. Сверху пленочку пупырчатую положу. И вот так вот крышкой все закрою. Ну, и надеюсь, эта посылка дойдет уже целой до моего подписчика из Кемерово. Илья, тебе привет. Ну, и надеюсь, он потом нам расскажет, как яйца от моих пушкинских курочек дошли до него. Вот я уже на почте упаковали посылку. Я попросил, чтобы они наклеили знаки осторожно, хрупко. И надеюсь, что эта посылочка дойдет без проблем до Ильи. Ну, а если опять будут те же проблемы, в следующий раз я уже буду делать коробку фанерную, надежную и крепкую. Продолжение следует...